Приветствую, друзья! На связи Андрей Жариков. В данном видео мы обсудим сообщение о том, что в конце июня два партнера OneCoin были найдены убитыми в Мексике. Итак, текст статьи. Чилиец и аргентинец убиты в Масатлане. Их тела найдены в чемоданах. Гражданин Чили и гражданин Аргентины были убиты и брошены в чемоданах среди мусора на грунтовой дороге, которая соединяет Хосиэндо Дель Семинарио с Сихидо Эль Венадио на севере города. По неофициальным данным, жертвами стали Оскар Фабиан, 30 лет, и Кристиан Игнасио, 29 лет, которые прибыли в город для продвижения инвестиционных возможностей в криптовалюте. Сообщается, что два мужчины были схвачены ранним утром в воскресенье 28 июня в районе Вилла Керри, недалеко от места, где были найдены их тела. Они были задушены, их тела спрятаны в чемоданах и оставлены на севере города, недалеко от района, где они были схвачены. Следователи Генеральной прокуратуры проводят соответствующее расследование по факту убийства двух молодых людей, которые до ночи понедельника оставались неизвестными в Семефу. Десятки людей приходили на опознание, но не могли их опознать. Среди них был мужчина, отбывающий срок в центральной колонии города. Статья сопровождается фотографиями. Здесь, по всей видимости, мы видим место, где были найдены эти тела в чемоданах. На этой фотографии чемоданов не видно, но видно какой-то мусор. То есть, по всей видимости, чемоданы как раз находились где-то в этой куче. Примерно через две недели после публикации данной статьи на сайте BehindMLM также публикуется статья, где обсуждается этот случай. Правда, надо отметить, что в этой статье имена убитых звучат немного по-другому. Может быть, это связано с тем, что используются какие-то двойные имена или никнеймы, я не знаю. Возможно, информация еще уточняется. Итак, представляю перевод данной статьи. Тела двух партнеров Ван Коэн были найдены в Масатлане, Синалоа, Мексика. Тела Оскара Брита Ибары и Игнасио Ибары, неродственники, были сложены в чемоданы и брошены на пустыре. Экспертиза установила, что причиной смерти является удушье. Местные мексиканские власти рассматривают версию убийства и в настоящее время ведется расследование. Оскар Брита из Чили работал официантом, жил дома с родителями. Он начал заниматься MLM в конце 2017 года, участвуя в проектах, связанных с Форексом. Примерно в 2017 году Брита присоединился к Ван Коэн. Это произошло уже после того, как Ван Коэн прекратил выплаты через биржу. Поэтому, чтобы убедить людей инвестировать, Брита побуждал их пользоваться платформой электронной коммерции Ван Коэн – Дилшейкер. Брита установил партнерские отношения с группой офисов Ван Коэн в Чили, и вместе они продвигали аферу в Аргентине, Бразилии и Колумбии. К концу 2019 года дела были не очень. Примерно в это же время Брита узнал о латиноамериканской автомобильной маркетинговой компании, сокращенно CLA. CLA работала в Аргентине и Колумбии. Бизнес-модель компании предусматривала прием криптовалюты в качестве оплаты за автомобили. Брита приехал в Аргентину, чтобы встретиться с представителем CLA Кристианом Абрерой. Идея заключалась в том, чтобы убедить CLA принимать Ван Коэн к оплате и продвигать свои услуги на Дилшейкер. В феврале 2020 года Кабрера и еще один представитель CLA, Игнасио Ибара, отправились в Чили для продвижения этой схемы. Следующая часть текста в статье выделена цветом. По всей видимости, это цитата из какого-то источника, поэтому в моем тексте я также ее выделил цветом. Предлагаются новые легковые грузовые автомобили Toyota за начальный платеж в размере 1000 долларов США. Затем он говорит, что вы должны внести еще 400 долларов в виде пошлин за регистрацию патентов и других документов. После бронирования автомобиля остальное будет оплачено в криптовалюте, чтобы завершить покупку по сниженной цене благодаря системе Ван Коэн. Оскара Брита воспринимали как местного представителя CLA, что обеспечило доверие к данному предложению среди местных участников Ван Коэн. Продвижение CLA в чилийском сообществе Ван Коэн завершилось 1 марта. Неделю спустя Брита отправился в Мексику, чтобы посетить головной офис CLA. К этому моменту появились сообщения о том, что CLA обманывает людей в других странах. В Аргентине по состоянию на конец прошлого года 140 человек сообщили о том, что CLA обманывает людей. Латер Сера, интернет-издание, связалась с одной участницей из их числа, которая предпочла остаться неизвестной. По их подсчетам, они потеряли почти 400 тысяч долларов. Она также добавила, что они собирают доказательства для судебного разбирательства по этой жалобе. Мне также прислали сообщение от One Life Latam, это сокращение от Латинской Америки, которое наводит на мысль, что филиалы Ван Коэн в других странах, например, в Колумбии, отказались от предложения CLA. В видео на YouTube Альдо Легуизамон утверждает, что он является представителем CryptoTravel и что у него есть соглашение о том, что он является эксклюзивным агентом по продвижению и предпродажной деятельности CLA в Чили. Инвесторы OneCoin решили воспользоваться предложением CLA на DealShaker, но в итоге так и не получили свои автомобили, что я уже обсуждал в предыдущих видео. Стоит отметить, что на площадке DealShaker регулярно появлялись фейковые предложения с автомобилями. Попытки участников OneCoin связаться с CLA оказались тщетными. Однако одна группа сумела выйти на Кристиана Кабрера и Игнасио Ибара. Те, в свою очередь, обвинили Легуизамона и объяснили, что не отвечают за потерянные деньги. В последующих беседах Ибара обещал решить проблему, но никакого решения так и не было предложено. Вместо этого Кабрера и Ибара продолжали путешествовать между Сантьяго и Мехико, продвигая предложение CLA. В марте Оскар Брита поехал в головной офис CLA в Мексике, но из-за коронавируса Чили 18 марта закрыла свою границу. Застряв в Мексике, Брита продолжал продвигать схему CLA DealShaker с Игнасио Ибарой. По словам одного из клиентов, он участвовал, по крайней мере, в одном зум-брифинге с Игнасио Ибара и Оскаром Брита, на котором они рассказывали о продаже автомобилей за криптовалюту, будучи одетыми в шапки с логотипом компании. В апреле 2020 года Кристиан Кабрера, здесь используется какое-то слово на английском, которое сюда не вписывается, непонятно, что хотели сказать, CLA, он утверждает, что Брита классный человек. Последним сообщением Брита в социальных сетях стал пост 17 апреля в Инстаграм, посвященный дню рождения его дочери. 20 июня Брита и Ибара отправились в Масатлан-Синалоа, Мексика. Точная причина поездки неясна, хотя люди, с которыми связался Брита, утверждают, что их отправила CLA для привлечения клиентов. Через несколько дней были найдены тела Брита и Ибары. Брита оставался на связи с друзьями в Чили вплоть до своего исчезновения. По словам тех, кто контактировал с ним, Брита выглядел счастливым, но скучал по своей дочери. Он никогда не проявлял признаков того, что ему угрожают или что он в опасности. Все, что мы знаем на данном этапе, это то, что Брита и Ибара убедили некоторое количество партнеров Ван Коин передать CLA деньги. Несмотря на то, что обещанные автомобили так и не были доставлены, эти двое продолжали продвигать предложения CLA среди ничего не подозревающих жертв. Через несколько дней после того, как были найдены тела Брита и Ибары, CLA закрыла свой сайт и ушла в неизвестность. В Синалоа находится печально известная группировка Синалоа, которую называют самым мощным наркокартелем в мире. Ссылаясь на недавний доклад Управления по борьбе с наркотиками США, La Tercera издание выдвигает идею о возможной причастности к этому организованной преступности. Есть информация, что такие мексиканские картели, как Los Cetas, Jalisco, Nueva Generation и Sinaloa уже некоторое время отмывают деньги с помощью виртуальной валюты. Цитата. «Имеются данные, свидетельствующие об использовании криптовалют мексиканскими транснациональными преступными организациями в качестве средства перевода», говорится в документе. Смогут ли мексиканские власти восстановить картину событий, еще предстоит выяснить. Я нашел страницу одного из убитых Оскара, Брита и Бара на Фейсбуке. Когда мы заходим на его страницу, мы видим наверху страницы видеоролик как раз о компании OneCoin. 8 марта 2019 года он разместил фотографии с логотипом площадки «Дил Шейкер». В октябре 2018 года он разместил интервью с Ружей Игнатовой. Если посмотреть фотографию поближе, что можно сказать? Позитивный молодой человек, симпатичный. В статье говорилось, что у него есть дочь, то есть по всей видимости жена, дочь, нормальная семья. Но, к большому сожалению, из-за всей этой ситуации дочь осталась без отца, а жена без мужа. Мои соболезнования семье и друзьям погибшего. Будем надеяться, что детали данного убийства будут раскрыты в ходе расследования. А пока приходится признать, что за продвижение компании CLA и за продажу автомобилей за OneCoin эти двое молодых людей, которые могли бы еще жить и жить, заплатили своими жизнями. Это хорошая пища для размышления как тех, кто верит в OneCoin, так и тех, кто в него не верит. Следите за новостями, подписывайтесь на канал, нажмите на колокольчик, чтобы ничего не пропустить. Добавляйтесь в мою группу Телеграме, посвященную OneCoin. С вами на связи был Андрей Жариков. Всего доброго.